Кубанский симфонический оркестр Мы планируем как минимум два сезона, потому что музыки действительно очень много, музыки 20 века, очень много интересной музыки, и я нахожу ноты, и я тоже открываю для себя какие-то новые произведения, которые я раньше не слышал у каких-то композиторов. На нынешнем уже втором концерте серии «Партитуры 20 века» звучит летняя пастораль французского композитора Артюра Аннегера. Один из крупнейших авторов столетия Аннегер значительную часть юности провел в Швейцарии, на родине своих родителей. Пейзажи и фольклор этой страны и вдохновили композитора на создание одного из самых поэтичнейших своих сочинений. В качестве эпиграфа Аннегер взял строчку из Артюра Рэмбо «Я обнял летнюю зарю». Продолжает знакомство публики с музыкой 20 века концерт для «Альта» с оркестром выдающегося венгерского композитора Белла Бартака. Сочинение написано в 1945 году, но из-за смертельной болезни автора так и не было им завершено. Партитуру закончил друг Бартака, композитор Тибор Шерли. Сложнейшая партитура, пронизанная глубоким трагизмом, который перенесла война, личными переживаниями автора и оптимистичный финал, в котором угадываются народные мелодические истоки, оказались, безусловно, подвластны и оркестру под руководством дирижера и солисту, лауреату международного конкурса Даниилу Червякову. Все циклы, которые мы до этого смотрели у Ивенского, они нам очень нравятся. В том числе вот этот. Он привлекательен тем, что мы слушаем то, что мы никогда бы не услышали, скажем так, в живом исполнении. Все это новое очень интересно. И плюс, конечно, нравятся те солисты, которые привлекаются. Мне нравится, что всегда новая программа, ничего практически не повторяется, всегда ждешь с радостью и очень хороший вкус у нашего дирижера Дениса Ивенского. Вообще, мне очень нравится наш оркестр. Хорошая программа, молодец. Надо отдать должность Ивенскому. Смелости у него есть. Любит он экспериментировать и не боится. Главное, вот это самое интересное, что он не боится экспериментов в этом самом творчестве. И мне очень понравился сам Денис. Очень хорошо. Он хорошо справился вообще. Все показы, он готовил все везде. И с года в год я вижу, за ним слежу. Слежу, знаете, вот молодец. Просто молодец. И оркестр в хорошем рабочем состоянии, что может поднимать не только первую половину, но и вторую половину 20-го столетия. Второе отделение концерта было отдано музыке блистательного испанца Мануэля де Фалье. Две сюиты из балета «Треуголка» прозвучали в Краснодаре впервые. И продемонстрировали изящество письма композитора, в основе творчества которого – опора на народные традиции. Испанские мотивы, страстные, горячие, полные драматизма и некоторые самоиронии особенно близки русскому слушателю. Когда я затевался все это делать, я, если честно, боялся, как это воспринят публика. Потому что в основном все идут на классику. Если в программе заявлен Бетховен, Тяйковский, Рахманов, то у тебя полный зал. Но мне очень хочется, чтобы наш дорогой слушатель узнал, что есть еще другая музыка. Может быть, немножечко такая сложная для восприятия, но она очень интересная. И мне бы очень хотелось, чтобы она полюбилась нашим дорогим краснодарцем. Поэтому я буду делать, пока у меня не будет полный зал. Следующий концерт Кубанского симфонического оркестра из цикла «Партитурию XX века» назначен на 6 февраля. Программа заявлена приинтереснейшая. Развучат первая сюита из балета «Золушка» и первый скрипичный концерт Сергея Прокофьева, а также симфоническая поэма «Американец в Париже» Гершина. Солист, лауреат международных конкурсов Родион Замуруев. Ансамбль казачьей песни «Креница» – яркий, необыкновенно талантливый, самобытный, молодой – отметил свое 20-летие серии концертов и спектаклей. Кубанцы любят «Креницу» за невероятную преданность народной песне, за ту позитивную энергию, которая сходит во время концертов от артистов и которой питаются все зрители, приходящие на их выступления. То, что я наметил, мы никуда не отклонились, ни на один шаг, ни на одну ёточку не ушли. Все, что задумали, мы все выполнили. И детский спектакль получился, и хороший у нас спектакль получился «Бабий Бунт», хотя мы его и давно не работали, но была предварительная репетиция, мы все вспомнили, много молодежи, надо было влить туда все. Сольный концерт коллектива – главный экзамен и отчет перед своей публикой, что сделано, как хранят и продолжают традиции своего народа артисты. Все исполняется вживую, слышен каждый вздох, дыхание, чистая интонация. Мы впервые спели духовную музыку Павла Григорьевича Чеснокова. И в целом-то я вот ребятами доволен, но для нас это сложная, новая стезя, и я хочу ее обязательно продолжать. Меня этому никогда не учили. Слава Богу, это взял от Виктора Гавриловича Захарченко, он меня натолкнул на это, я в Кубанском хоре это попробовал. А здесь я просто углубился в это, вот в сочинении его, еще там одно произведение делал, и мы дальше это будем обязательно развивать. Это одна из неотъемлемых частей культуры русского народа, музыкальной культуры. Каждая песня в концерте продумана и выстрадана, у каждой своя история. Так случилось и с колыбельной Григория Концевича, бывшего регента Кубанского казачьего хора. Такая вот страничка. Григорий Митрофанович, руководство войсковое, в начале века послал учиться в Придворную Печескую Пятолу в Санкт-Петербурге. И он учился там, ну как учился, он просто в Глинкинской капелле, как сейчас мы ее называем, он там был три года. Он просто наблюдал, он пел может быть, я так вот для себя как бы отчисляю, ну с кем-то знакомился, наверное, у кого-то какие-то опыта брал. Ну он такую красивую музыку написал, всего лишь три года мы учимся, музыкальная школа, училище, консерватория, да еще там может быть аспиратура какой-то, попробую написать, как он написал вот эту колыбельную. Своя история и у Былины, записанная в одной из кубанских станиц. Мы много открыли каких-то вот фольклорных таких страниц, которые никогда не пели, никогда не использовали. Куда-то мне посчастливилось в хуторе Кубанский, я записал Былину. Уникальный случай на территории Кубани записать Былину. Где ее сейчас запишешь уже? На Крайнем Севере, может быть, там где нога человека почти не вступала. Она долго у меня не получала, бабулька одна знала несколько строчек Веры Петровны Волгина, а остальные, она их всех, этих вот там участников ансамбля, она обучала их. Вот такой исконно устный опыт обучения народной песни. Они же не по нотам пели, а вот она споет, а вот они за ней начинают там голосочки подстраивать. Я им однажды вот тогда сказал, когда записал, вот вы эту песню должны обязательно распеть и с нее начинать концерт. Вдруг прошли годы, и вот хутор Кубанский вижу здесь в Краснодаре, они начинают концерт с этой песни. Какие молодцы! В Некрасовском блоке мы начали его с песни «В опале березка стояла». Она такая необыкновенная, ведь мы же все привыкли «В опале березка стояла», минорная, да? А тут это мажорная «В опале береза не костаяла». Вот такая интересная песенка. Очень трогательная страница концерта была посвящена солистке ансамбля, заслуженной артистке России Ольге Копаевой. Я один раз повернулся, чуть не заплакал, держу себя, не смотреть туда, не смотреть. Потому что мне-то потом ребята сказали, тут же свет слепит, а я не вижу, что в зале происходит. Оказывается, в зале все встали, плакали люди. Конечно, человек необыкновенный, и слава богу, что она была, и вот ее закваска, она до сих пор в ансамбле есть. Чистая, моральная такая. До сих пор у нас ансамбль чистый. Поздравить коллег и друзей с юбилеем приехала народная артистка России Надежда Баклина. Вместе со своим коллективом, театром русской песни и Креницей, знаменитая певица объездила всю страну с фестивалем «Песни России». Кубанские артисты – постоянные участники этого музыкального марафона. А Надежда Баклина и Владимир Копаев, как известно, вместе учились в знаменитой генисинке. Двух творческих людей уже много лет связывает крепкая и нежная дружба. Там, где находился Володя Копаев, он работал в больших государственных коллективах, был хорместером. У него есть огромный опыт, прекрасный вкус, чувство меры, великолепное музыкальное чутье и, самое главное, правильное формирование репертуара. Потому что, если нет репертуара, нет команды. Отметив юбилей и получив поздравление и подарки от губернатора края, современные автобусы и концертный рояль, Креница поехала в Бейрут. Выступить на торжествах, посвященных 70-летию становления дипломатических отношений между Россией и Ливаном. Мы же там пели «Калинку», это по просьбе, Ливанская сторона «Калинка», Полюшка Поля и Катюша. Катюшу даже на арабском языке пели, они попросили. Вот только вот начался вступление. Я не слышал, не понимаю, откуда идет этот закрытый звук. Мы еще не должны петь, только инструменты должны играть. Весь зал поет, весь зал сразу запел. Но они слова-то не знают по-русски, но вот они мычали, пели, ля-ля-ля, там весь куплет с нами. А Катюшу, когда мы на арабском языке запели, такие аплодисменты были. Но «Калинка», выше «Калинки» ничего нет. Я пробовал поставить другой танцевальный номер после «Калинки», а это все сажает. На «Калинке» такой апофеоз. Они все, вот люди ритмичные, они все разгоны вместе с нами эти делают, ускорение. Вернувшись из-за границы, наш ансамбль снова выступает, на этот раз на Краевом форуме «За веру Кубань и Отечество». Я вот очень рад, когда вот мы востребованы, да, мы устаем, но это великое дело, когда артист коллектив востребован. Куже, когда ты делаешь, делаешь, и никому ты не нужен. Я впервые послушал нашего губернатора вживую. Я просто в восторге от Александра Николаевича. Как он, с каким задором он разговаривает с молодежью. Какой у него потрясающий молодежный сленг. Ведь люди это сразу оценивают. Там такие аплодисменты были по чесноку. Здорово. Еще не вечер. И так вот несколько реплик. Он просто, ну, по сути, он молодой человек. С таким вот юношеским задором. И я лично ему очень благодарен за то, что вот он нам подарил автобус, рояль. Я однажды когда-то сказал, Александр Николаевич запомнил. Тут, конечно, с огромной помощью Галины Дмитриевны, Галины Ивановны. Очень-очень благодарен этим людям. Я считаю, что у нас два потрясающих лидера в стране. Это Путин Владимирович и Александр Николаевич Ткачев. Здоровья и счастья им. Им не сидится на месте, они все время в работе. Сейчас артисты Креница уже репетируют совсем новую, новогоднюю сказку для детей, которую скоро увидят юные зрители всего края. Смотрите на сцене Краснодарского музыкального театра. С 20 по 25 декабря премьерные показы новогоднего мюзикла для детей «Летучий корабль». С 26 по 29 декабря балет Чайковского «Щелкунчик». 30 декабря новогодний бал в премьере. С 3 по 5 января мюзикл для всей семьи «Приключения Буратино». 6 января для детей «Рождественские звездочки» вечером «Сочельник в премьере». 7-8 января спектакль «Феерия» по мотивам произведения Гоголя «Ночь перед Рождеством». 10 января оперета Штрауса «Ночь в Венеции». 11 января балет Чайковского «Лебединое озеро». 13 января балет Адана «Жизель». 15 января программа «Большой канкан» или «Шесть историй любви». 17 января оперета Штрауса «Цыганский барон». 18 января балет Прокофьева «Ромео и Джульетта». Справки по телефону в Краснодаре 262-49-66. Во Дворце искусств премьера с 19 декабря по 8 января смотрите спектакль новогодней фантазии 21 «Тайна волшебного посоха» или «Где найти Деда Мороза». Справки по телефону в Краснодаре 231-36-20. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова